День России самарцы отмечают дружно во всех районах города. На балконах жилых домов в канун 12 июня были развешаны вот такие флаги России. Акцию организовал Общероссийский народный фронт. Всего на фасадах зданий. Сейчас красуется более тысячи триколоров. Максима Горького, 103. Дом на набережной ко Дню России декорирован уникально. Жители присоединились к флешмобу флаги России 12 июня. Отдыхающие говорят, для них День России один из важнейших праздников страны. Российское государство было образовано как Российская Федерация. Это для меня признак того, что государство может существовать как государство именно. Самостоятельная единица вне зависимости от своего не всегда удачного прошлого и с намерением на положительное выдачное. Господи, праздник же большой. День России. Ну что, хороший праздник, добрый. Будем отдыхать с девчонками. Вам советую. На Старозагород 142Б жители двух многоэтажек проявили в полной мере свой творческий потенциал. Прикрепили к балконам российские флаги так, что получилась аббревиатура Общероссийского народного фронта. Патриотическое настроение в День России здесь царит повсюду. Это один из важнейших праздников в нашей стране, так как в этот день мы чувствуем какое-то единство, гордость за свою страну. Поэтому я считаю, что этот праздник нужно праздновать и никогда не забывать. День России. Сегодня такой великий праздник, так как с 92-го года уже у нас Россия, так как не из СССР, а рождены были в СССР. Россия, есть Россия, наш праздник, главный праздник страны, поэтому отмечаем, вечером все будет, все хорошо, живем, радуемся и будем жить, продолжать жить. И никакие нам помехи и эти не страшные болезни. На Волжском шоссе 121 тоже решили ярко отметить День России. Национальный флаг страны закрепили на высотке с верхнего до самого нижнего этажа. Первая волна флешмоба флаги России прокатилась по Самаре в канун 9 мая. Сегодня акция продолжилась. Флешмоб стал настолько популярным, что в преддверии Парада Победы 24 июня флаги также появятся на фасадах домов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.